Меня Женя зовут, я из компании 2GIS, я работаю проектом, и я хочу рассказать историю про то, как бывает сложно релизить новые продукты в больших компаниях. Есть кто-нибудь из больших компаний, кроме меня? О, отлично. Ну, у нас в R&D 300 человек работает, ну, где-то так, примерно. Большая? Я надеюсь, вы меня поймете просто. Я расскажу на примере нашего нового продукта Square, это сервис вопросов и ответов о городе, и расскажу, как мы его делали. Началось все прошлой весной, как любой продукт, он начинался с гипотезы. Мы, как 2GIS, хотели уметь отвечать на любые вопросы пользователей о городе, ну, вопросы-запросы, то есть решать любую пользовательскую проблему, связанную с жизнью в городе. И мы понимали, что не на все запросы мы можем хорошо ответить с помощью справочника. Есть часть проблем, которые для того, чтобы их решить, нужно перелопатить кучу отзывов, позвонить в кучу фирм, узнать, а есть ли у вас вот этот товар или услуга, и в итоге все равно принять какое-нибудь неправильное решение. И это вот в случае вопросов, когда вы ищете, как и где получить какой-то товар или услугу наилучшим образом. И в этом случае мы идем на форумы, идем в соцсети и спрашиваем своих друзей или знакомых, или вообще хорошо бы нам какой-то эксперт в области помог для того, чтобы мы решили нашу проблему. И, собственно, да, вот примерно такие вопросы люди сейчас задают на форумах и в соцсетях, и мы подумали, что мы можем этим пользователям помогать. И мы начали с гипотезы о том, что готовы ли пользователи задавать вопросы 2GIS-у. Правильно ли, соответствует ли понимание 2GIS в голове пользователя тому, что мы хотим сделать. Мы сделали такую экспериментальную промку, очень быстро, легко, с формы вопроса, прямо на 2GIS-ру. То есть вы с главной страницы нажимаете на кнопочку, открывается форма вопроса, вы задаете вопрос, указываете, где вы ищете решение, в районе, в целом городе или в микрорайоне, где угодно. И дальше этот вопрос падает в Google табличку ко мне. Я пытаюсь найти на него ответ, спрашиваю у сотрудников, друзей, или гуглю просто, или отправляю его фирмам, и получаю какой-то ответ, аккумулирую это все, отправляю пользователю. Пользователь доволен. И за первые 2 недели мы получили, у нас эксперимент был только в Новосибирске, мы получили 70 вопросов, 45 из них это вопросы чисто бытовые, например, где мне отремонтировать АКПП на BMW X5, или где, в каких кофейнях можно найти вьетнамский кофе, и так далее. Чуть меньше было про город таких дискавери запросов, там типа, где лучшие парки, где лучшие велопаргулки, и так далее. И там уже совсем маленькая часть людей, которые путали эту форму с формой саппорта 2GIS-а, спрашивали там всякую фигню. И, собственно, по течение 2 недель оказалось, что эксперимент завершился хорошо. Мы понимаем, что люди готовы задавать нам вопросы, что мы можем находить на них хорошие ответы, мы можем приносить им счастье, и мы можем делать из этого полноценный продукт. Мы понимаем, что это история, которая масштабируется. Если мы создадим сообщество пользователей, которые будут помогать друг другу решать эти проблемы, то для нас это может стать источником нового трафика, каким-то драйвером роста на новых территориях и так далее. Мы можем с помощью этого продукта поддерживать свои основные продукты, свою аудиторию. И, собственно, мы решили делать продукт полноценный. Мы решили, естественно, мы решили начать с MVP. Мы понимали, что MVP для нас это какой-то сервис вопросов и ответов, скорее всего, похожий на Quora или Stack Overflow, потому что нам нужно сообщество, нам нужно, чтобы люди видели вопросы других людей, могли подписываться на какие-то интересы, могли друг другу отвечать. И, собственно, мы с этого начали. Мы собрались с узким кругом, выкристаллизовали позиционирование продукта, какие нам нужны фичи, какая у нас будет мотивация у пользователей, какие основные юзкейсы и так далее. И, собственно, решили сделать этот MVP. Взяли трех разработчиков так, чтобы с запасом, взяли чуть-чуть дизайнеров и оценились, ну, в месяца два нам нужно, чтобы выкатить какую-то первую версию для того, чтобы проверять. И в этот момент была такая интересная штука, что каждый из участвующих воспринял для себя этот продукт как нечто очень крутое, как вызов. Всем очень нравился этот продукт, все понимали, что он действительно решает проблемы. Когда мы проверяли, делали эксперимент, наши сотрудники задавали вопросы, получали ответы и были очень рады. То есть к тому, что их проблема действительно может решиться. И из-за этого, в частности, разработка, например, решила, что пусть это будет для нас технологический вызов. Они взяли новые технологии, это был там React, Fluxable и так далее, ну, джейсерские технологии. Дизайнеры решили, что мы должны сделать продукт, не похожий ни на что, это будет очень круто, мы его сделаем, но, правда, у нас мало времени на это. И, собственно, когда прошло не два месяца, а четыре, получилось, что у нас получился очень сомнительный продукт. За четыре месяца мы получили такой очень сомнительный UI, не очень работающий код, просто не очень работающий продукт. Но с учетом того, что мы начали с эксперимента на главной, с промки, с формы вопроса, и вот этих четырех месяцев прошло уже полгода. И эти полгода форма вопроса на 2GIS.ru висела, люди задавали вопросы, это были сотрудники компании, это были внешние люди. И у нас создались очень высокие ожидания по поводу продукта, по поводу его качества. Люди, сотрудники и внешние люди ждали чего-то, чего-то вау. И когда мы посмотрели на то, что у нас получилось на нашей MVP, мы поняли, что мы просто не можем это релизить. Мы не можем от имени 2GIS выпустить наружу этот продукт, потому что он некачественный. И, собственно, тогда уже прошло полгода, и нам нужно было что-то делать. А, да, вот. Собственно, в чем проблема-то была? Мы взяли и выбрали новые технологии. Из-за новых технологий, на которых в компании еще никто ничего не сделал рабочего, у нас, естественно, поползли сроки разработки. Мы попробовали сделать хороший дизайн, но быстро, но не смогли, потому что не умеем, потому что никогда этого не делали. И из-за того, что сроки растягивались, люди продолжали задавать нам вопросы и знали про Square, и внутри компании люди знали про Square, мы создали высокие ожидания и получили продукты, которые не соответствуют этим ожиданиям. Собственно, и я буду такие немножко микро итоги подводить, как бы, как lessons learned. Что мы вынесли из этого этапа? Тогда мы поняли, что вообще-то лучше заранее определиться, что мы делаем, MVP или большой какой-то релиз. Если мы делаем MVP, то нужно заранее быть готовыми, что он будет какой-то полурабочий, что там будет плохой дизайн, что мы его выкатим только на ограниченное количество аудитории. Но тогда не будет вот этих конфликтов. Если мы делаем релиз, то нам нужно более детально планироваться, понимать, что это займет гораздо больше времени, и тогда мы будем более уверенными в этом продукте. Второе. Мы неожиданно для себя взяли новые технологии, потому что когда на старте мы стали оценивать задачи, были варианты взять шаблонные решения какие-то уже для сервисов вопросов и ответов или нафигачить самим. Поскольку разработка была вдохновлена, они говорили, да, тут оценки одинаковые примерно. Что это, что это. Давайте сразу делать на хороших технологиях. Ну и сделали, ничего не получилось. И у меня здесь написано про технократию, но на самом деле суть в том, что не стоит, когда вы делаете MVP, не стоит углубляться, каждый из сторон не стоит углубляться в качество. То есть дизайнеры захотели сделать очень круто, разработчики захотели использовать крутые технологии, и в принципе там и продуктовых вещей было много лишних, которые не нужны в MVP. Ну то есть, грубо говоря, вам не нужен машин лернинг для MVP, в котором будет 500 пользователей. Вы можете без этого обойтись. И дальше мы поняли, что мы хотим продолжать делать продукт, но мы не можем лезть этот, значит нужно все переделать. Ну как все, немножко переделать. Чтобы все ускорить, мы понимаем, что мы можем, что камень преткновения сейчас получился в дизайне, а дизайн получился здесь очень важным для продукта, потому что это контентный продукт. Люди очень более эмоционально его воспринимают именно из-за дизайна. И мы начинаем делать новый дизайн параллельно с разработкой. То есть мы делаем макет, финалим его и в разработку. Макет, финалим в разработку. И оценили доделки по фичам внедрения этого дизайна в два месяца. И через два месяца снова ничего не готово. Вообще ничего не готово. Оказалось, что мы еще сильнее закопались в задачах. А почему так получилось? Потому что мы пытались торопиться с дизайном опять, уже несмотря на то, что мы уже пробовали вот это вот. Мы поставили себе короткие сроки, но знали, что мы не умеем быстро делать дизайн, но все равно стали торопиться. Когда дизайн торопится, мы не прототипируем ничего. То есть мы рисуем дизайн, говорим, да, он финальный, отправляем в разработку. Потом оказывается, нет, он не финальный, нужно доделать, еще доделать. Это рождает постоянные правки. Правки рождают задачи для разработки, отодвигают сроки. Кроме того, если дизайну не давать достаточно времени для того, чтобы прорабатывать UI, получается, что дизайнеры начинают придумывать фичи. То есть дизайн смотрит на макет, ну вот у него там композиция не рифмуется. Он такой, ну вот здесь нужны квадратики. Вот теперь все хорошо. А эти квадратики в итоге превращаются в новые требования, в новые фичи, по сути, продукта, которые, ну не факт, что на самом деле нужны, они были нужны дизайнеру. Ну непонятно, нужны ли они продукту. И это тоже рождает новые задачи. Это все обычно какие-то совсем мелочи, но в сумме они дают, очень сильно отодвигают сроки. И по итогам вот этого периода мы поняли, что было бы правильно полностью изолировать дизайн. Если мы делаем полную переделку дизайна, то его стоит изолировать от разработки. Может быть даже ценой остановки разработки продукта, для того, чтобы команда просто не была постоянно вот в этом напряжении бесконечных правок. И в этот момент очень важно еще, поскольку компания у нас большая, у нас дизайнеры, например, сидят на отдельном этаже. То есть между дизайном и разработкой на самом деле коммуникации никаких нет, кроме того, когда дизайнер приходит и иногда сидит вместе с командой. И здесь очень важна работа продукта прежде всего следить за тем, чтобы все, кто разрабатывает продукт, понимали, что мы делаем. Какое у нас позиционирование? Что мы делаем на каждом из этапов? Как работает какая фича? Все должны это примерно одинаково понимать. У нас были проблемы с позиционированием еще тогда. Мы не понимали, куда нам больше двигаться в сторону некоторого СМИ, где пользователи читают контент, или некоторого утилитарного сервиса, где пользователи приходят и задают вопросы, и получают ответы. И это влияет на дизайн, это влияет в итоге на разработку. И тогда наступила зима. Прошло уже 9 месяцев с момента того, как мы начали делать первые шаги. И к этому моменту уже все устали. И шутки про то, а когда же залезится сквер, уже перестали быть смешными. У нас есть раз в месяц такое событие веб-толкс, когда разработчики собираются и задают менеджерам вопросы. Ну или про весь отдел какие-то вопросы обсуждаются. Так вот, там каждый месяц был вопрос про релиз сквера. И, собственно, где-то в декабре мы уже не смеялись, когда эти вопросы приходили. Все были достаточно демотивированы, устали. И очень хотели уже что-нибудь сделать, чтобы релизнуться. И тогда мы начали избавляться от иллюзий. У нас с самого начала R&D, кроме того, что выбрала новые для себя технологии, решила, что давайте мы еще одну инновацию сделаем на этом проекте. У нас будет команда разработчиков, которые сами тестируют свой код. Очень ответственных разработчиков. Оказалось, что это просто привело к тому, что мы полгода ничего не тестировали на самом деле. И мы поняли, что мы так не умеем. По крайней мере, сейчас точно не время и не место. И мы избавились от этого, взяли в команду тестировщиков. К этому моменту у нас все-таки нам удалось более-менее зафиналить наш дизайн. И дальше мы уже пропускали только совсем мелкие правки. Тогда мы решили расширить команду. У нас от изначальных трех человек, которых там было 3-4, стало 9 разработчиков. Уже неприлично много, но нам нужно было дожать. И мы начинаем детально планироваться для того, чтобы декомпозировать все до атомов, для того, чтобы действительно пытаться попасть в сроки. И еще важный момент. В это время мы изменили процесс. Обычно как выглядит процесс разработки? Есть продакт, он что-то делает, анализирует рынок, общается с кастомерами и составляет требования. Он с этими требованиями приходит к дизайнеру, говорит, давай нарисуем. Дизайнер рисует, это все отправляется в разработку. Разработка делает продакшн, все, ну как бы нормально. А на самом деле оказывается, что получается, что в разработку спускаются уже готовые требования, которые были сделаны, и готовые дизайны, которые были сделаны в изоляции от разработки. То есть там используются сложные решения, там используются сложные какие-то алгоритмы, без которых можно было бы обойтись. И мы сделали вот так. Мы начали презентовать требования разработчикам, всей команде, в тот момент, когда они даже еще процентов на 90 готовы, ну почти готовы или полностью готовы. Приходим и говорим, мы хотим сделать вот так. А насколько это сложное решение? А может быть есть проще решение? И мы сделали такую штуку, как тестирование требований, чтобы тестировщик своим тестировщицким умом посмотрел на документ с требованиями и увидел, где здесь чего не хватает, где не хватает краевых условий, какой-то логики. Вот именно такой, на которой заточен мозг у тестировщика. То же самое сделали с дизайном. После того, как требования обсуждены с командой и какие-то изменения в них несены, мы рисуем дизайн, показываем его на каких-то, ну, какими-то этапами команды разработки. То есть мы максимально вовлекаем разработку в проработку требований и дизайна. И после того, как дизайн доделан, мы снова делаем небольшое демо, мы показываем, что у нас получилось. Чтобы проверить, а не сделали ли мы каких-то сложных дизайнерских решений, которые будут вылиться в месяц разработки, а толку никакого от этого не будет. И потом все разрабатывается. Еще один этап, когда мы уже все сделали, протестировали, продакт смотрит, что мы сделали именно то, что хотели, потому что даже до туда могут доходить какие-то вещи. Вроде задача детально описана, но все равно и разработчик, и тестировщик могут что-то упустить. И после этого мы выкатываем в продакшн. Собственно, и вот это нам позволило зарелизиться. И весной мы сделали сначала внутренний релиз, потом внешний. Во время внутреннего релиза, естественно, мы собрали какое-то количество негатива от сотрудников, потому что, по сути, прошел год, мы год делали продукт и никому его в компании не показывали, у всех создавалось какое-то впечатление, все видели только форму на онлайне, куда можно вопросы задавать. И никто не знал, как будет выглядеть продукт, все представляли его по-разному, но мы собрали этот фидбэк, какие-то фичи поправили и выпустились наружу. Месяц назад мы сделали внешний релиз. И, собственно, подводя итоги, хочется вот такие три самых больших урока, которые мы вынесли из этого очень долгого и сложного релиза. Это, во-первых, если вы делаете новый продукт, вам нужно сразу заранее определиться, либо вы делаете MVP и правильно доносите до всех участников и внутри команды, и снаружи команды, что это именно MVP, что мы делаем его плохо, он решает, ну, как-то там, не очень качественно, он решает какую-то одну проблему, мы проверяем гипотезу. Либо вы делаете большой релиз, вы уверены в своей гипотезе, вы готовы тратить, инвестировать в это деньги, и вы делаете сразу хорошо. Вторая штука, что не получается менять глобально UX на хаду, по крайней мере, на тех технологиях, которые мы использовали, то есть вся современная JS-разработка, это вообще дичь, потому что представление неотделимо от логики. Вы хотите поменять чуть-чуть там углы у кнопочки, разработчику из-за этого нужно переделывать кучу кода, потому что эта кнопочка используется отнаследованно там, как элемент в куче разных мест. По сути, дизайн очень сильно интегрируется с кодом. И, наверное, самое главное из всей этой истории, это уметь настраивать коммуникации внутри команды и снаружи. То есть среди всех участников процесса, среди всех тех, кто влияет на процесс, каких-то внешних менеджеров, заказчиков и так далее, вам как продакту очень важно уметь синхронизировать понимание продукта, понимание того, что мы делаем, как мы делаем, среди всех в головах, чтобы не было разного представления у людей, чтобы не сталкиваться с этим негативом, с которым мы много раз столкнулись. И, собственно, под конец я хотел такой небольшой итог сделать, хоть чуть-чуть полезного из этой истории, чтобы вы, может быть, могли вынести. На нашем опыте, как понять, вот вы делаете продукт, как понять, что вы, скорее всего, его в сроки не сделаете. Несколько пунктов. Вот, опять же, про технологии. Вы используете новые технологии, на которых еще никто в компании ничего не делал. Железно профокапитесь. Второе, если у вас неожиданно фокус-фактор разработки, спринт за спринтом, ну, меньше половины. Ну, то есть, короче, вы в два раза дольше делаете, чем планировали. Это означает, что вы либо, опять же, какие-то неизвестные технологии используете, либо у вас команды демотивированы, либо вы планируетесь плохо. И это все отодвигает сроки. Тревожный звоночек, если дизайн начинает диктовать фичи. То есть, вроде есть требования, дизайнер пытается разработать UI, и оказывается, что ему что-то не хватает. Ну, как-то не получается. Вот надо вот здесь вот это добавить, вот здесь вот это добавить. И это все превращается в новые задачи, это все отодвигает сроки. И про требования. Собственно, если ваши требования находятся в состоянии почти готовности, то есть они готовы процентов на 90, то часто оказывается, что оставшиеся 10% превращаются в новые 90%. И когда вы почти готовые требования отдаете в UI или в дизайн, в дизайн или в разработку, то они все равно потом превращаются в новые задачи. Это все равно отодвигает релиз. Ну вот, наверное, все. Спасибо. Спасибо. Вопрос. Денис Иванов, Embryolabs, ранее Яндекс. Можете еще раз рассказать, почему вы такие не решились выкатить MVP? Ну, может быть, под другим брендом. Вы же узнали бы гораздо больше, чем те 70 вопросов, которые вы получили. Ну, это сложная история. Нет, смотри, мы получили гораздо больше. То есть мы провели первый эксперимент, получили там, сдвинили 70 вопросов. После этого мы решили, что эксперимент удачный, и сейчас мы быстро сделаем MVP, но оставим эту форму. Пусть мы дальше будем собирать контент, чтобы у нас был стартовый контент к запуску продукта. И форма продолжала висеть. То есть вопросы мы продолжали получать. У нас появилась редакция, которая стала на них отвечать. То есть вопросы у нас были. А к тому, что почему не решились, тут такая же штука, это же все очень тонкие материи. Мы получили продукт. Он вроде как не очень хорош. Мы можем его выпустить, наверное, для ограниченной части аудитории, например, на компанию. Но кажется, нам нужно чуть больше, чуть больше аудитории просто для того, чтобы эта механика заработала. Там все упиралось еще в механику самого продукта. У тебя есть вопрос от человека по какой-то теме. Есть люди, которые потенциально на него могут ответить. Чтобы их пересечь, тебе нужно собрать приличную аудиторию. Нам помогало то, что у нас была база фирм. Мы могли, если вопрос прикладной, мы могли фирмам его разослать и получить какие-то ответы. Но если вопрос не укладывается в эту штуку, то механика не начинает работать. То есть получается, что нам нужно, чтобы у продукта была большая аудитория, но мы не можем выпустить на большую аудиторию. И, собственно, вот такой конфликт получился. Спасибо. То есть получается, что на самом деле речь-то о MVP не шла, потому что там невозможно было проверить эту механику взаимоопыления пользователей, правда? Ну, по сути, как бы… Ну, это же может быть MVP. Смотря что называть MVP. Ты делаешь какой-то… Это был бы MP, но без V. Ну, да. Спасибо. Жень, привет. Вот вы перед тем, как начали работать, какие-то ключевые показатели для продукта устанавливали? Если да, то какие… Расскажи, пожалуйста. Плохо тебя слышал. Устанавливали ли вы какие-то ключевые показатели для продукта перед тем, как начали его разрабатывать? Ну, смотри, это же всегда фантазии, когда ты устанавливаешь показатели перед разработкой продукта. Есть понимание, как работают сервисы вопросов и ответов. Есть понимание, какие метрики мы можем считать ключевыми. Ну, там, кроме вот стандартных типа ретеншенов, можем там считать, типа, количество ответов на вопрос, количество ответов на пользователя в месяц, количество вопросов и так далее. Мы, естественно, их продумывали, но это же всегда тоже предположение. По сути, ты можешь делать какие-то выводы, а что является вообще ключевой метрикой, а что нет, только когда ты продукт сделал уже, посмотрел на статистику и поискал вот эти аха-моменты и так далее, вот эти все штуки, которые реально влияют на рост продукта? Ну, обычно нет. Обычно есть деньги, и к деньгам ведут какие-то ключевые показатели. Можно понять, когда продукт окупается и когда нет. Просто твой вопрос MVP или недорелиз, он же решается просто. Выпускаем на ограниченную аудиторию, смотрим, достигаются ли показатели, по сути, и все. И что думают разработчики компании или внешние наблюдатели, неважно. В конце концов, можно назвать сервис там не сервис 2GIS, а сервис Вася Пупкин, ответы на вопросы. Ну, это не всегда так просто, потому что если у тебя есть у продукта понятная бизнес-модель, типа, ну, какая-то понятная воронка превращения пользователей в деньги, это ок, это может работать. Здесь, естественно, мы продумали заранее бизнес-модель, но она начинает работать только когда мы соберем какой-то контент, соберем сообщество. То есть, по сути, мы хотим предлагать фирмам премиальное размещение их ответов на площадке. И получается, что мы должны сначала им объяснить, что если они будут контрибьютить в эту площадку, то они будут становиться экспертами в своей области в глазах пользователей, что они будут получать трафик. Но чтобы пример, прецедент создать, нам нужно сначала, чтобы вот эта вся механика заработала. Без нее не получится. То есть, мы не можем заранее здесь деньги померить. Мы можем только оценивать бюджет, который мы готовы потратить на этот продукт, и считать, что вот мы делали его год, не сделали, все закрываем. Вот это можно сделать. Александр, вопрос. Еще немножко продолжу вопрос, коллеги. Вы, да, у вас, по сути, нет такой жесткой связи пользователей-деньги. У вас есть связь пользователей и их внимания. То есть, насколько вы, как вы измеряете это внимание, и как вы измеряете, что вот, да, проект бомбовый, как там Павел говорил, да, на прошлых продукт-кэмпах, царь кейс. Как вы это определяете? Как вы считаете, что вы, вообще, какую проблему вы изначально ставили, делая этот сервис? Почему вы делаете вопрос-ответ, а не там, я не знаю, там, телефонные номера, отдельные приложения, только телефонных номеров, например? Ну вот, как вы это определяете внутри 2GIS? Ну, смотри, я в самом начале сказал, что мы хотели уметь отвечать на любой вопрос о городе. Зачем? Вопрос, зачем? То есть, ну, как, это хотелка была чата, или это действительно какое-то, ну, понимание того, что это проблема? Это, ну, это, ну, смотри, 2GIS, это такая вот большая штука про город. Вот, это сервис, к которому люди ежедневно обращаются для того, чтобы решать какие-то бытовые проблемы. Эти бытовые проблемы как-то кластеризуются на какие-то части. И вот часть проблем мы решаем сейчас, а часть не можем решить. Вот одна эта часть, это сквер, это вот эти вот вопросы. И мы понимаем, что мы их не можем решить справочником, мы можем решить с помощью другой механики. И поэтому мы начинаем делать сквер. Но только я забыл первую часть твоего вопроса. Я понял, немножко направлю тебя. То есть вы в принятии решения воронки, человека посетить то или иное место, или там что-то сделать с ним, вы там на нижней части воронки, то есть когда нужно получить информацию об этом месте, то есть вы понимаете чуть выше, вы манипулируете их выбором каким-то образом, или вы манипулируете их просто на уровне намерения. Но вопрос в чем? Как вы измеряете, что это нужно делать отдельным продуктом? Как вы измеряете, что вам нужно вообще это делать, а не просто забить? Да, это хотелка, да, было бы круто, но отдельный продукт мы делать не будем. Ну смотри, у нас есть понимание, что есть класс таких вот пользовательских проблем. Мы видим, что этот трафик есть, его задают в поисковики. Мы видим, что эти проблемы люди спрашивают в соцсетях, на форумах, их реально куча, это много трафика. И мы понимаем, что просто мы можем на этом растить аудиторию. Ну то есть просто вот есть спрос, мы под этот спрос делаем продукт. Как вы спрос померили? Вы просто анализ… Хорошо, как процесс спроса измерялся? Я, наверное, закончу и все. Ну как ты исследуешь рынок обычно? Не, ну исследовать рынок, когда есть четкие показатели рыночные, это одно, а исследовать рынок, когда есть вот, не знаю, там куча сервисов, там, куара, как ты назвал, и другие, это другое. То есть, ну тут, наверное, интересно мне конкретно, как вы это делали, но можно и в кулуарах на самом деле. Ну давай потом, я могу рассказать детально. Спасибо. Коллеги, давайте у нас последний вопрос, и потом следующий докладчик. Привет, Паша Пахар, Яндекс. У меня как продолжение этого вопроса, а как вы вообще обосновывали, ну то есть вы работали, закоммитились на какие-то сроки, да, вы же их кому-то озвучивали. Плохо слышно. Вы начали работать, закоммитились на какие-то сроки, вы их озвучили, да, насколько я понял по ответу на предыдущий вопрос, просто, ну, перед вами стояла какая-то гипотеза, которую вы хотели, ну вот как-то реально ответить на вопрос, там реализовать это все, да. А когда начали сроки отодвигаться, как вы вообще общались, ну, я не знаю, как вы это объясняли руководству, да, там, как вы вообще общались, потому что спасибо тебе за рассказ, еще хотел сказать, ну, что не побоялся, там, такие факапы нам рассказать, и я зашел на сервис, действительно интересный вопрос, я почитаю потом, просто мне непонятно, как вообще, ну, очень много времени прошло от первоначальной оценки сроков, и я не очень представляю, что надо было говорить, там, коллегам, руководству, чтобы они сказали, ну ладно, давай там еще что-нибудь поделай, как, как, вот, что у вас происходило в этом? Да, да, это очень правильный вопрос, собственно, а как вообще мы не закрылись, и как, почему так получается? Ну, по сути, все зависит же от того, насколько мы, ну, вот, внутри себя, внутри своей компании верим в этот продукт. У нас есть гипотеза, у нас есть ее подтверждение, мы видим рынок, и мы что-то сделали, ну, там, облажали со сроками в четыре раза, но если мы все понимаем, что, ну, почему нас это должно останавливать от того, чтобы делать продукт? Мы сколько-то денег в него инвестировали, в принципе, мы можем инвестировать еще, потому что мы все еще видим проблему, мы все еще видим, что у нее нет хорошего решения на рынке, и мы можем его сделать. Ну, то есть, вся аргументация, она вот на этом строится, и те люди, которые принимают решение о выделении денег, бюджета на это, ну, они тоже начинают это понимать, ну, по сути, это диалог, диалог между, там, нами, продактами, от которых сходила идея, что давайте это сделаем, с ними о том, что, ну, вообще это нужно компании, и это правильно для компании сейчас тратить на это деньги и делать из этого продукт. Ну, то есть, короче, это диалог, вот так оно решается. Все тогда. Спасибо.